Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Прибытие. Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не осны. Вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Виноваты звезды 2014 года Хейзл больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Угастусом Уолтерсом и моментально влюбляется в него. Угастус и Хейзл отправляются в полное страсти жизни путешествия, которые лишний раз покажут им, что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке. Амири, знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны с самым удивительным и чудесным образом? Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные на первый взгляд непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими головокружительными красками. Эту девушку зовут Амилипу Лен. Руби Спаркс Молодой, но уже успешный писатель, переживает творческие и душевные муки. Новый роман никак не выходит, музы все нет, да и вообще с девушками как-то не клеится. И вот, призвав на помощь остатки своей фантазии, Келвин придумывает себе девушку по имени Руби Спаркс, умницу, красавицу, спортсменку, короче говоря, идеал. А спустя неделю, обнаруживает этот идеал из плоти и крови, на своем собственном диване. Уходить Руби явно не собирается, но вот кем она окажется? Галатеей или Белочкой? Клик с пультом по жизни Архитектору-трудоголику попадает в руки путь дистанционного управления, с помощью которого можно прокручивать жизненные ситуации вперед или назад. Но техника из техника, у нее всегда сюрприз в запасе. Накопив собственную память, пульт сам начинает управлять скоростью перемотки и выбором момента жизни. Только теперь герой понимает, как неверно он использовал время. Континуум Однажды после просмотра старой пленки со дня рождения, уже взрослый именинник заметил себя настоящего в отражении на видео. Съедаемые любопытством, друзья нашли чертежи таинственного устройства, похожего на машину времени. Они решили доделать ее и испробовать, чтобы вернуться в прошлое и исправить некоторые ошибки. Но что будет, если группа отвязных тинейджеров случайно завладеет машиной времени? Однозначно будет весело, пока кто-то не нарушит правила и веселая шутка не обернется кошмаром. Надо торопиться восстановить континуум, пока наш мир окончательно не разрушен. Дэдпул 2 Отчаянный супергерой получил свои способности не сразу. Сперва ему довелось повоевать и получить от врачей смертельный диагноз. Уэйд выжил и обрел суперсилу, но характер у него еще тот. Он спасает мир все как положено, защищает хороших, обижает плохих. Но к его стилю надо привыкнуть. Шутки на грани фола, бессмысленные авантюры, рискованные решения. Все это про него. Виадалин 2015 года По сюжету главная героиня родилась вместе с 20 веком и живет на свете уже 100 лет, но при этом не стареет. Несмотря на свою долгую жизнь, Адалин так и не смогла найти любимого человека. Однако наконец-то она встречает мужчину, ради которого сможет снова стать смертной и застариться вместе с ним. Джанго освобожденный 2012 года Эксцентричный охотник за головами, также известный как Дантист, промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка пыльная и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого и желательно не очень дорого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы, кое с чем надо разобраться. Мтители Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не один. Земля на грани порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество. Ник Фьюри, глава международной организации ЩИТ, собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку. Под предводительством Капитана Америки, Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова вступают в войну с захватчиком. Мой парень – псих. Бывший учитель Пэт, проведя психиатрической больнице 8 месяцев, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, которая не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды. Отмена. Молодая женщина Алма не очень-то довольна своей жизнью. Дом, работа, работа, дом. И даже несмотря на милого и заботливого бойфренда, она считает, что попала в водоворот скуки и рутины. Однажды Алма видит на обочине своего давнего погибшего отца, в результате чего попадает в аварию. Проклятие моей матери. Эндрю изобрел инновационный продукт и отправляется в поездку по стране, чтобы его представить. Как хороший сын, он зовет чрезмерно заботливую маму Джослин с тобой. Цель Эндрю – дать ей возможность развеяться или даже встретить подходящего мужчину. Джослин давно овдовела и даже не думает о новом браке. Зато она душиничает в единственном отпрыске, поэтому соглашается на совместное путешествие. Лето, одноклассники, любовь. 2011 года. Лола или Лол, как ее зовут друзья, живет в пригороде Чикаго, как и все, прогуливает занятия, чатится с подругами, устраивает вечеринки и мечтает о настоящей любви. Поездка в Париж – это шанс для Лолы и ее одноклассников оторваться по полной. Безудержный шоппинг, бесконтрольные ночные вылазки и первое романтическое свидание – все это оказывается под угрозой. Ведь мать Лолы, мягко говоря, не обрадована результатами ее экзаменов. Робокоп. 2028 год. Международный конгломерат Омникорп лидирует в производстве робототехники. Благодаря разработкам компании, Америка успешно побеждает в войнах по всему миру. Но теперь пришло время применить технологию на американской земле. Алекс Мерфи, любящий муж, отец и отличный полицейский, оберегающий порядок в Детройте, получает на службе смертельные ранения. Женщина в черном. На дворе конец 19 века. Но хотя люди и пользуются автомобилями, железными дорогами и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного. Молодой лондонский юрист Артур Кипс вынужден оставить своего 4-летнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Добравшись до места и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над девушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Третий лишний Джон влюблен в красавице Ларри, он работает в прокате автомобилей и имеет большие планы на будущее, но в их отношения вмешивается третий, давний друг Джона Тед. Он отрывается сутки напролет, предпочитает случайные связи и не желает терять друга, но никто на самом деле не знает, на что он способен, ведь Тед – большой плюшевый медведь. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!